Мода под лейблом Made in Kazakhstan. Самые яркие представители отечественной фэшн-индустрии, начинающие дизайнеры и те, кто уже покорили мировые подиумы. Обзоры недель мод, актуальные тренды и советы стилистов. Главные новости моды и красоты в программе Подиум. Модный сезон в Казахстане – это череда показов, презентаций и недель мод, представленных на суд зрителей как минимум в двух крупнейших городах страны. Сегодня в центре нашего внимания – Казахстан Fashion Week. Неделя моды в Астане в этот раз поменяла свой формат. Теперь это не только площадка для демонстрации коллекции, но и своеобразный бизнес-форум. Организаторы в этом году пригласили на показы профессионалов фэшн-индустрии из Италии. Например, представителя знаменитой выставки «Уайт Милана Фредерико Палетти» и владелицу миланского шоурума «Пойнт Марию Пиам». Они и другие эксперты моды познакомились с казахстанскими дизайнерами, провели серию лекций и договорились с модельерами на дальнейшее сотрудничество. У нас был мастер-класс от Георгия Ростовщикова. Это известный московский байер, который тоже провел мастер-класс на тему «Как создать коммерческую коллекцию». К нам приехала Федерико Мильяцци, это представитель ВОК Италии, представитель ВОК Телленс. И она тоже приехала за молодыми талантливыми дизайнерами. Она ищет именно креативных молодых дизайнеров для своего рынка. Среди участников КФВ «Астана» были как местные дизайнеры, так и приглашенные. Приехал и один из любимчиков столичных модниц Игорь Гуляев. В этом году российский модельер отметил небольшой юбилей. У него это уже 15-я по счету коллекция. Правда, в «Астане» Гуляев представил ее не в полном объеме. Я не планировал ее делать гигантской. Гигантским должны были быть только размеры и тот оверсайз, который актуален. А у нас она получилась супергигантской. В Москве мы представили 101 лук. Это нереально много. Стандартная коллекция у меня всегда 30-40, но они все друг друга взаимодополняют. Это можно миксовать. Жакет от одного образа можно надеть в другом, и это будет все равно вкусно. Коллекции «Осень-зима» представили и грузинские дизайнеры. Бренд «Агли» привез в столицу одежду, которую можно носить в межсезонье. Отличительная черта этой марки – асимметричный крой. Даже при производстве обуви здесь используют нестандартные лекала. У нас асимметрия. Вообще я люблю концептуальный крой. Крой, который отличается асимметрией. Нестандартные. Лекала мы сами в своей лаборатории высчитываем. И у меня так как свое производство, своя студия, лаборатория и такой мини-цех. Мы делаем и обувь, и жерель, и одежду. Так что у нас, можно смело сказать, лекала тоже свое. Ая Бапани и ее коллекции, полностью выполненные из войлока, постепенно покоряют не только Казахстан, но и другую половину земного шара. Недавно дизайнер вернулась из Канады, где представила свой бренд на неделе моды в Ванкувере. Одежда от казахстанского модельера заинтересовала канадских модниц. Хотя, как выяснилось, войлок в этой стране не считается экзотикой. Там тоже, оказывается, очень любят этот материал. Там было даже несколько дизайнеров, которые работают с этим материалом. Ну, конечно, качество и техника отличаются. У каждого свои фишки. Но самое интересное, что они понимают, что это полезный и удобный материал. Поэтому они им пользуются. Несмотря на то, что уже несколько лет Бапани не изменяет своим предпочтениям, одежда из войлока каждый раз выглядит совершенно по-другому. Материал остается тем же, но другими становятся его свойства. Все равно это капризный момент. И есть материал. И мы довели до большого совершенства именно технологию. Вот люди, которые носят волочную одежду, они заметят, что это уже такое более сильное, качественное, долгосрочная вещь. Старожила отечественной моды Аида Кауменова представила свою весеннюю коллекцию. Неяркие цвета, легкие ткани и аксессуары в виде птиц создавали соответствующее настроение. Дизайнер посвятила эту линейку короткому периоду в сутках, когда только закончилась ночь и еще не наступил рассвет. Каждый сезон дизайнеры ищут новые техники и источники вдохновения. Чтобы удивить модников, иногда на помощь приходят самые неожиданные вещи. Например, бренса Мидель. Все внимание гостей сконцентрировал на принтах. Мы давно были вдохновлены срезами минералов. Вот пришла идея нанести принты, сделать авторские принты при помощи этих камней. На Казахстан Фэшн Вик было представлено 15 луков. Все принты были сделаны здесь, у нас, в Астане. Мы использовали такие ткани, как неопрен, шоу, шифон. Что еще у нас было? Тафта. Как обычно, с элементами этники. Очень много декора было использовано. Мы даже сделали принт на бахроме, если вы заметили. Делали имитацию такого пэтчворга. Три дня показов, мастер-классов и деловых встреч прошли практически в режиме нон-стоп. Организаторы планируют следующий сезон Казахстан Фэшн Вик Астана провести в таком же формате. Когда неделя моды – это не только шоу, но и бизнес-процесс. Сезон «Осень-зима» 2017-2018 для казахстанской недели моды стал юбилейным. В 20-й раз организаторы собрали на модной площадке дизайнеров и их поклонников, байеров и других фэшн-экспертов. Когда в 2004 году Саят Дусыбаев и Алексей Джен давали старт КФВ, их затея многим казалась безумной. Никакой базы для подобного события в стране не было. Пришлось обучаться всему на ходу. Не только мы учились дизайнеры, журналисты, фотографы, модели, визажисты, парикмахеры. Вся эта индустрия начала потихоньку развиваться. И когда мы приезжали в те или иные страны, которые ведущие в мировом масштабе, на нас очень скептически смотрели, что есть ли у нас вообще мода и зачем. Главный вдохновитель Казахстан Фэшн Вик – Саят Дусыбаев. Тесное знакомство с мировой модой он начал с серии авторских программ. Саят до сих пор остается единственным представителем прессы из Казахстана, получившим аккредитации на Миланскую и Парижскую недели моды. Это был 94-й, 93-й, вот те годы, как раз в то время на подиуме царил вот кутюр. Тогда я приезжал в Париж и делал программы, авторские программы. Они были на телеканалах вот республики, выходили. Там они назывались «Эксклюзишн моды», «История одного дома». И мы делали интервью, встречались с такими легендарными личностями, которых уже даже нет, уже живых там, Ивстон Лоран, ныне здравствующие еще вот Живанши, Юберда Живанши, Пакурабан. Признанные мастера вдохновили Дусыбаева на амбициозный проект. Сначала он получил название «Алматы Fashion Week». Главной целью недели моды было познакомить казахстанских модников с местными дизайнерами, которых на тот момент было совсем немного. Можно было просто одной рукой посчитать, пальцами одной руки. Тогда это был Куралая Нуркадилова, это дом моды Сымбат. Появился тогда был дом Даралык, откуда вышла Аида Кауменова, то есть она работала тогда на дом Даралык. Уже потом, чуть годом позже, приехал Сергей Шабунин из Караганды. То есть вот так вот именно шаг за шагом, сезон за сезоном мы пополняли списки своих дизайнеров. Аида Кауменова, Куралай Нуркадилова, Кинжи Девятка, Камила Курбани, Михаил Кравец. Эти и другие имена ассоциируются именно с «Казахстан Fashion Week». Шесть лет назад организаторы КФВ открыли дополнительную площадку, которая помогает попасть на подиум начинающим дизайнерам. Конкурс молодых талантов «Опен Уэй». Победитель соревнования получает возможность представить свою коллекцию на «Казахстанской неделе моды». Благодаря состязанию в модной сфере страны появились новые имена. Это создается отдельная среда творческой молодежи. И каждый год мы всегда удивляемся, что этих людей становится все больше и больше. И наша задача – дать им правильную профессиональную оценку того, как можно развиваться дальше. Кроме того, сегодня «Казахстан Fashion Week» является бизнес-партнером азербайджанской недели моды, проходящей в Баку. Организаторы казахстанских сезонов теперь с удовольствием делятся своим опытом с коллегами из соседнего государства. Показы «Казахстанской недели моды» в Алматы прошли с юбилейным размахом. Еще бы, ведь именно здесь зарождалась отечественная мода более 10 лет назад. Организаторы постарались собрать наиболее сильных дизайнеров. Всего 25 участников. А для проведения показов выбрали сразу две площадки. Открыл «Неделю моды» Михаил Кравец. Его коллекция действительно оказалась праздничной. На пайетках, перьях и блестках модельер не сэкономил. Название работы соответствующее – «Сияй». Здесь присутствует в коллекции много вышивки, конечно, но сама задумка – это сияй быть всегда неповторимой, быть яркой даже зимой. Хотя здесь много используются черных цветов, но все это некая такая, знаете, гравировка происходит уже из золота, серебра и ярких розовых и фуксий оттенков. Другой бренд, представивший коллекцию вечерних нарядов – «Лебас Ателье». Автор марки – азербайджанский дизайнер Земфира Мусаева. Удивила обилием прозрачных и полупрозрачных тканей, смелыми вырезами и декольте. Тем не менее, коллекция выглядит скорее нежной, чем откровенной. Создавая столь женственные образы, дизайнер вдохновлялась балеринами из картин французского, импрессиониста Эдгара Дега. Цветовая гамма пастельных тонов. Вот если вы заметили, на каждом платье был элемент банта, и этот бант был взят именно с его живописи. У него вот он такой кривой какой-то бантик. И вот этот бант я воспроизвела на тофте, на органзе, на более такой жесткой ткани, даже вот на однорозовая юбка была вся большим бантом таким воздушным. Это все Дега. Не обошлось и без шоу свадебных нарядов. Маляка Усупова, обычно презентующая яркие креативные модели, на этот раз всю коллекцию посвятила невестам, исполнив образы строго в традиционном белом цвете. Однако для поклонников бренда это не стало сюрпризом. Модницы ждали такую коллекцию. Все изначально началось с того, что я одела свою самую близкую подругу Ашу Матай. У нее было хасузату, и она попросила сделать ей платье на хасузату какое-нибудь необычное. Оно просто стало суперфаворитным, скажем, на весь Казахстан, и больше 50 платьев таких я сшила. Все платья выполнены в национальном стиле и придутся по вкусу девушкам, почитающим казахские традиции. Как говорит Маляка, абсолютно каждый наряд она вышивала вручную самостоятельно. Отличилась работой с мехом дизайнер Карина Бах. Цветастые меховые аксессуары в виде пушистой отделки рукавов или шкурки лица, накинутые на плечи, выглядели весьма эпатажно. Я использовала шапки из кролика, это шапки-ушанки, и дополнила их декором сетки, украсила эту сетку камнями, стразами. Вот, потом муфточка тоже шла как аксессуар. Также я использовала, кстати, сетку. Это новая техника моя, плетение в сетку нитями. То есть в данном случае я использовала нити шерстяные, так как это зима, а на лето я планирую использовать шелковые. Тамара Ламанукаева излюбленный черный цвет в этот раз разбавила ярко-красными моделями. К слову, в ее коллекции особенно запомнились не только игривые рюши на сексуальных платьях и серебристые куртки, но и прозрачные ботфорты. А дизайнерский дуэт Алексея Джена и Ларии Джакамбаевой «One to One» как всегда продемонстрировал отличный крой, обилие аксессуаров и идеальные цветовые комбинации черного, белого, серого и оливкового. Я бы сказала, что у нас немножко такой японский стиль получился. Это широкие брюки, пальто, кимоно, в общем-то такая многослойность. Силуэты тоже такие свободные, достаточно простые силуэты. Но, конечно, у нас было много аксессуаров. Это и ботфорты, и кеды, и ботинки, и поясные сумки, и меховые шляпы, и меховые наушники. Главным открытием «Казахстан Fashion Week» сезона «Осень-зима» 2017-2018 можно назвать дебютанта Сункара Исмуханова с брендом «Керити». Его монохромные пальто, галифе, свитера, навеянные эпохой НЭПа и советской коллективизации, отлично передали дух того времени. А кроме того, продемонстрировали мастерство дизайнера в работе над сложным кроем. Это суровые, такие консервативные образы мужчин с войны, может быть, и девушек, которые ждут своих солдат романтичных. Преобладают суровые ткани, как шерсть, твит, фланель есть. Использовали мы шурно-седельный чепрак для исполнения наших сумок и портфелей. Сункар начинал свой путь как художник-ювелир и галантерейщик. А потому кожаные сумки, портфели и аксессуары делает своими руками. Выбранный стиль коллекции полностью отражает его собственные предпочтения в одежде. Галифе очень удобный в повседневной жизни за счет своей посадки и свободных икр. То есть, несмотря на то, что это брюки, все равно можно закинуть гури так, да, да, и на коня сесть, поскакать. Потяжки замены ремня, я считаю, гораздо лучше, потому что свою первоначальную функцию поддерживать штаны, они выполняют гораздо больше, чем ремень. Если на тебе рубашка, рубашка тоже не вываливается за счет потяжек. Поэтому всем советую. Высоко оценила работу начинающего казахстанского дизайнера и основательница международного фэшн-проекта «The Fabrica» Марина Резникова. Я настолько в восторге от него. То есть, именно вот эти лекала, геометрия в коллекции, фурнитуры, с которыми он работает, просто потрясающее исполнение. Это именно та коллекция, за которой, мне кажется, так я прилетела. Цель этой организации – поиск и продвижение молодых талантов моды со всего мира и масштабирование их бизнеса. Вполне вероятно, что скоро мы услышим новости о дебютанте Сункари из Муханови уже в международном масштабе. Впрочем, участие в зарубежных неделях моды для казахстанских дизайнеров уже не редкость. И многие из них, едва закончился фэшн-марафон в Астане и Алматы, уже начали подготовку к новым показам и модным командировкам. Этот призыв стал девизом еще одного модного проекта «Фэшн-стартап Казахстан», цель которого – продвижение одежды отечественного производства. Он проходит по схеме, принятой в мировой фэшн-индустрии. Показ, шоурум, заказ. Благодаря такому формату мероприятия дизайнеры не только знакомятся с потенциальными партнерами, но и налаживают новые связи и получают бизнес-предложения. У нас нет гостей. У нас все гости, все участники. То есть все, кто здесь в рабочем режиме работают, все становятся участниками. Каждый в своей области. Область дизайна, область байеров, область производства, область смежной области, СМИ. 15 молодых дизайнеров из Казахстана и ближнего зарубежья представили свои авторские творения. Одним из главных критериев для коллекции была их коммерческая ориентированность. Изюминкой на модном шоу стала работа Атулдай Мукашевой. Линейка объединила в себе национальный колорит и современный стиль. Коллекция у меня сшилась из легких тканей. Креп, поплин, хлопчатобумажные ткани. И украшением, декорированием. Моя коллекция – это народная вышивка кисте, которую используют всегда наши казахи. Плюс аксессуары выполнены из искусственного волока. Это бабочки, воротники и так далее. Большая часть участников – это начинающие таланты. Так, например, свою дебютную коллекцию под названием «Бланка» представила молодой дизайнер Айдана Буталиева. В переводе с итальянского «Бланка» означает «белизна». Этот цвет стал лейтмотивом всей коллекции. Всего луков девять. Как основу я взяла белую джинсу. Но чтобы придать ей какой-то свежести и новизны, я использовала органзу постельных тонов. Также использовала под декор вышивку ленточками и стилистику покраской-батикой. Главные зрители на фэшн-стартап «Казахстан» – это байеры. Специалисты, осуществляющие закуп для шоурумов и бутиков. Таким образом, трейд-шоу стала площадкой для встречи дизайнеров с производителями и экспертами, которые ориентируются в фэшн-индустрии и умеют выбирать интересующие покупателя вещи. Встречу посетила и представитель дизайнерской площадки «Свое» Гульнур Омарова. Она уже отметила для себя мастеров, с которыми хотела бы поработать. Меня впечатлили дизайнеры. Очень отлично, очень красочно, динамично. Из Бишкека у нас был дизайнер, тоже он нас впечатлил. Очень интересно, очень довольно-таки колоритно. У нас будет три дизайнера, которые будут выставлены в нашем непосредственно шоуруме. Поэтому мы являемся и партнерами. То есть у нас была уже договоренность, что мы будем брать обязательно, в обязательном порядке дизайнеров. У проекта также имеется и образовательная направленность. Так, на прошлогодних показах в числе приглашенных был представитель Roma Fashion Week по Казахстану и Центральной Азии канадца Уранбаев. Среди участников он отобрал трех лучших. В апреле они приняли участие в региональном туре Roma Fashion Week. В этом сезоне у дизайнеров есть шанс пройти стажировку в Париже. Продолжение следует...